Хочу рассказать вам о совершенно новой, уникальной книге. Не люблю слово «уникальная», но здесь оно, тем не менее, очень кстати. Книга называется «Владимир Инкелевский. Автомонографические альбомы с 1954 по 1980 год». Как вы, наверное, знаете, Владимир Инкелевский был знаменитым, культовым, я бы сказала, художником-нонконформистом. Его работы находятся, например, в музее Помпиду в Париже, где он сам долгое время жил до самой своей кончины в этом году. Это такие философские, я бы сказала, тетради художника, собранные с 1954 по 1980 год. Их было 5. Они как раз находятся в Помпиду в Париже. Вот сам Владимир Инкелевский. Очень советую вам сходить на выставку, пока она еще идет, до конца апреля, если не ошибаюсь. Здесь есть предисловие. И дальше, конечно, идут уже... Вот альбом один начинается. Эту книгу ее нужно рассматривать, конечно, очень внимательно, вчитываться, всматриваться, смотреть и пытаться понять. Кстати, вот это портрет жены художника Риммы Солод. Листая эти альбомы, абсолютно с головой погружайтесь в мир художника Инкелевского. И, собственно, у вас есть шанс попытаться понять видение художника, его душу, его миропонимание, его взгляд. Это не очень, совсем непросто, но, тем не менее, возможно.